Всем привет! Вы на канале Демаса. Сегодня поговорим об андроидах, а точнее об одном конкретном устройстве. Недавно мне подвернулся бюджетный аппарат от Elephone, модель E10 Pro. Хоть я и не люблю андроиды, а тем более бюджетники, но раз уж он у меня есть, то и расскажу. Итак, в комплекте с телефоном у нас идет зарядка на 2 ампера, кабель USB Type-C, силихоновый чехол, пара пленок и скрепка для сим-лотка. И конечно сам телефон. Это лопата дисплеем 6,55 дюйма разрешением 720 на 1600 пикселей, занимающим 90% передней панели, с 13-мегапиксельным отверстием в левом верхнем углу. Олеофобного покрытия мне нащупать не удалось, залапывается телефон достаточно быстро. Под капотом Proz Helio P22, 4 ГБ оперативки, 128 ГБ накопителя. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC с возможностью работы Google Pay. Питается это все от аккумулятора на 4 Ач. Задняя панель стеклянная, с цветной рельефной подложкой с закосом под перламутровую окраску. Однако здесь у нас просто распечатанный градиент, который не переливается на свету. Все-таки бюджетник, о чем говорит и вот этот пузырь под стеклом. Зато модуль камеры имеет аж три объектива и гордую надпись 48 Мп, правда без восклицательных знаков. На правой грани расположены кнопки громкости и кнопка питания со встроенным дактилоскопическим датчиком. Работает он вполне четко, нареканий не вызвал. Расположение в кнопке вполне удобное, можно записать его в плюсы. Сверху мы видим единственное отверстие, это микрофон, а также над дисплеем небольшая щель разговорного динамика. Левая грань почти пустая, тут расположен только сим-лоток. Он позволяет одновременно использовать две nano-сим карты и одну microSD объемом до 256 гигабайт. Это также плюс данного девайса. Ну и снизу у нас разговорный микрофон, динамик и Type-C разъем. Еще один плюс это поддержка OTG. Экстерьер разобрали. Что внутри? Работает телефон под управлением Android 10. Хоть и не совсем чистый, но зато без свистелок в виде оболочки от производителя. Для меня это также является плюсом. На первых парах все работает достаточно плавненько, листается без проблем. Что по тестам? Geekbench. В пятой версии процессор у нас 140 на одном ядре, 842 многояд. Вычислительный тест на вулкане 72 попугая. В тесте производительности от PCMark телефон набрал 4964 балла. Результат не сохранился и я его не смог найти. В тесте Antutu этот товарищ набрал 96 831 балл и удалось победить 1% пользователей. В тесте 3DMark у нас такие результаты. Слинкшот экстрим 547 баллов на вулкане и 399 на OpenGL ES 3.1. В тесте API 36 400 баллов на OpenGL и почти 340 тысяч на вулкане. Теперь поговорим о камере. Приложение у производителя свое. Оно работает. Есть все основные режимы. Есть обязательная функция любого уважающего себя смартфона. Бьютификация селфи по китайским стандартам красоты. Ну разве не милаха? Также обязательно присутствует портретный режим с фейковым боке и прочие гадости. Режим 48 мегапикселей не является стандартным и включается в дополнительном разделе наряду с ночным режимом, пятном, панорамой и прочими. Итоговые файлы получаются действительно на 48 мегапикселей. Разрешение 8 на 6000 пикселей. Но чудо ждать не стоит. Разглядеть эти мегапиксели вряд ли удастся. Вот так выглядит фото с елефона. Сравним его с 12 мегапиксельными iPhone X и старичком iPhone SE первого поколения. Здесь у нас центр кадра. Элефон с кропом один к одному. Айфоны с увеличением до того же масштаба. Видите разницу? А это тот же кадр, только ближе к краю. Видим 48 мегапиксельное мыло и вполне четкую картинку с айфонов. Это все, что нужно знать о 48 мегапикселях от Елефон. Впрочем, в обычном режиме вполне приемлемая камера для бюджетника. А еще у него есть макрообъектив, что является полезным бонусом. На этом, наверное, и все, что хотел рассказать о данном смартфоне. По оболочке в настройках есть пара дополнительных пунктов без перевода. Например, скриншот с тремя пальцами, который у меня так и не получился. Мои впечатления от телефона. Хоть я и не любитель лопат на андроиде, но андроид нужно иметь. Он вполне может быть полезен не только для каких-то тестов, но и для дополнительных функций. Вставить две симки, накидать медиафайлов для глубокого офлайна. Кстати, киношки смотреть на большем экране гораздо приятнее. И не тратится батарея основного телефона. Батарея опять же большая. Мне 15% хватило как раз на фильмец в пути с блютуз наушниками. Даже еще пара процентов осталось. Короче, за свою цену я считаю вполне сносный аппарат. Может покрыть все основные задачи. Даже NFC есть и Google Pay в нем прекрасно себя чувствует. Насчет покупать или нет, пожалуй, решайте сами. Я лишь оставлю ссылочку для тех, кто решится. На этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока, до новых встреч.